Вопрос 1494, пятый тон. Зачем в наше время общественные заведения называют древними именами Вавилон, Колизей и тому подобное? Отвечает Игнатий Лапкин. Хочется сооригинальничать, показать себя знающим, привлечь к себе этим разотеев и сбыть товар. А когда с таким начинаешь говорить, он рот раскроет и что-то мычит. Мне не раз приходилось разговаривать с такими крестными, расспрашивая их, а чего же их комок так называется? Возле общежития аграрного университета была такая козявка, называлась Матадор. Подошел, спросил. Он ничего не мог даже промычать, только хлопал казенными глазками. Пояснил ему, что это при бою быков главный участник, задачей которого является нанести быку решающий удар, поразить его. Иногда Матадора называют Эспадой или Тореадорой. Это словарные данные. Но почему этот полужулик так назвал свою спекулятивную конурку? Поясняю ему, что когда люди подходят к нему и склоняются низко к окошку со своим тощим кошельком, он своими ценами наносит им решающий удар. И они, сраженные и опустошенные, падают, впадают в ропот, в злобу, проливают слезы и даже кончают жизнь от горя и безысходности. Название циничное и презрительное. Прохожу мимо через неделю, а вывеска исчезла. А потом и сама эта зверюшкина клетка. Вавилон означает смешение. Так и в магазине это смешанно чистое, хорошее, с блудными картинками и видеокассетами и аудиопродукцией. Точно так же и Колизей, с латинского и с полинский, амфитеатр-цирк для народных зрелищ, сооруженный во второй половине первого века после Рождества Христова, вмещал более 50 тысяч зрителей в место, где не уничтожали христиан. В этом Колизее совершается по отношению душ то же самое, травить заграничными львами эстрады невинных. Поэтому обойди губительные и сотвори молитвы. Продолжение следует...